Предлагаю создать фонд Нереванский метрополит. Вначале я считаю, что государство должно принять участие в финансировании, а потом я уверен, что потянутся люди, которые из-за границы и так далее, нам бы очень помогли. Чтобы, значит, хотел... Откуда вы конкретно деньги? Вот, пожалуйста, бьют штрафы, дают. Вы знаете, какая громадная эта цифра? Очень много. Там порядка 12-15 миллиардов грамм. Я предлагаю хотя бы какую-то часть из этого брать, значит, фонд строительства метрополитена. Сколько это будет? 30%, 25%. Это уже господин Мужельян сказал, что для того, чтобы закончить метрополитен, как, ну, примерно, грубые расчеты показывают, нужно в СИП, не так уж много, это порядка 100 миллионов долларов. Даже еще меньше. Вы понимаете? Если просто хотя бы вот это сделать, штрафы ГАИ, поменьше перекладывать плитку в центре города, из Кипра там привозят, потом она машет, когда у нас камни такие, мы страна камней. Все это можно было бы сделать. Это первое мое предложение. Второе я предложил, все это, кстати, описано вот здесь в газете о работе и других газетах. Единственное, что здесь про второе предложение мое не указано, я предлагаю хранить деньги в Америке банки, именно связанные с метрополитеном фонда Ереванского метрополитена. Наш соотечественник Рубен Варданян пользуется, я много лет жил в Москве, последние 20 лет, он пользуется громадным уважением. Так что это тоже очень важно, чтобы спокойно люди, значит, через его фонд делали бы, значит, эти всякие финансовые вливания. Еще что я хотел сказать. Уже так же, наверное, лет 10, как я предлагаю, назвать две черемушкинские станции именем, значит, Шарля Азнаура и Керта Керкурена. Это поможет собрать деньги. Я уверен, даже если Керта Керкурена в 2011 году закрыл свой фонд Линский, потому что обиделся, что не все рационально, мягко скажем, не все рационально используется, то даже в этом случае он опять помог бы, если станция его имени, он помог бы сделать ничего, что предать. То же самое я не говорю, наверное, ждут, пока то же самое произойдет и Шарля Азнаура. Я считаю, что вот это двое этих достойнейших человека нам бы помогли. Кстати говоря, 6 июня...